Главное управление по труду и занятости населению Тверской области ждет реорганизации. Об этой необходимости заявил губернатор Тверской области накануне по окончанию заседания регионального правительства. Для чего это необходимо и каким должно стать ведомство после изменений, узнали наши корреспонденты. Об этом прямо сейчас. Жители Верхневолжья стали все чаще прибегать к услугам службы занятости. Только с начала года зарегистрировано порядка 32 тысяч обращений. Более 10 тысяч граждан официально имеют статус безработных. Основная масса неоднородна по своему составу. Большую ее часть, около 33%, составляют официально трудоустроенные люди, которые ищут более выгодное место работы. Далее безработные 28%. Уволенные по собственному желанию 18,5%. Вчерашние студенты свыше 14,5%. И лица, попавшие под сокращение, примерно 6,5%. В целом, по темпам роста безработицы и Верхневолжья удается держаться в рамках показателей прошлого года. Положительная динамика социально-экономического развития области, которая сохраняется на протяжении ряда последних лет, а также активная работа на рынке труда, в том числе в реализации миграционного законодательства, во многом способствует стабилизации рынка труда и укреплению его позитивных тенденций. Молодежь обращается в службу занятости реже, чем раньше. Количество выпускников высших и средних специальных учебных заведений, которым требуется помощь при трудоустройстве, снизилось примерно на 20%. Игорь Руденя подчеркнул особую важную задачу, возложенных на службу занятости. Она должна играть активную роль в трудоустройстве и переобучении нуждающихся в работе. Введение балансов вместе с работодателями, учебными заведениями, где ведется подготовка и переподготовка по специальностям, которые запрашиваются с работодателем. Это очень важно, встроенность этой системы службы занятости, именно образовательно-производственные кластеры, которые на нашей территории формируются. Вторая задача – это профессиональная переподготовка людей. Губернатор поручил разработать модель реорганизации службы занятости населения для более эффективного выполнения задач национального проекта. Вся структура должна очень активно работать с современными рекрутинговыми агентствами, с современными формами трудоустройства, которые работают в том числе и в системе интернет. Здесь должна быть полная интеграция нашей службы занятости с этими информационными порталами, которые отшляют проекты по трудоустройству. А просто сидеть в офисах, принимать заявки, осуществлять формирование классов компьютерной грамотности и так далее – это все уже вчерашний день. Игорь Руденя подчеркнул, важно, чтобы служба занятости обеспечивала трудоустройство выпускников учебных заведений Тверской области в регионе, была встроена в процессы модернизации профессионального образования, формирования цифр подготовки кадров в соответствии с потребностями предприятий.